Девушки отдыхают Возможно и так. Видишь ли, есть одна девушка, собственно, дама. Мне кажется, кто-то наложил на нее злые чары. Или проклятия. Дай угадаю. Она вдруг стала отстраненной и высокомерной, хотя прошлой ночью была игрива и полна очарования. Вот ты шутишь, а здесь дело серьезное. Хотя не отрицаю, упомянутая дама очень близка моему сердцу. Боюсь, она пала жертвой злых чар, и нет никого, кто бы мог ей помочь. С чего ты взял, что речь идет о проклятии? Сохрани, пожалуйста, в тайне все, что я расскажу. Я бы не был так откровенен, но я очень за нее беспокоюсь. Вивиэнна избегает людей. Прекраснейшая из дев. Она держит мужчин на расстоянии, поэтому я и решил прибегнуть к хитрости. А разве хитрость достойна рыцаря? На войне да. А что есть любовь, если не война? Так что однажды вечером я притаился у дома ее швей. А когда Вивиэнна выходила, я наткнулся на нее будто бы случайно и любезно, но настойчиво предложил проводить ее до дому. Она позволила. И сперва все шло хорошо. Она согласилась возвращаться более долгим, но живописным путем. И в конце даже начала отвечать на мои попытки завязать разговор. Как вдруг... Как вдруг с ее уст сорвался наистраннейший писк. Я застыл как вкопанный, а она густо покраснела и бросилась на утек. В тот раз я не стал ее преследовать. Но я пробовал вновь к ней приблизиться, желая узнать, что происходит. Я боялся, что она угодила в какие-то неприятности. И я заметил, что ночью она часто уходит в лес и гуляет на поляне недалеко от зеркального пруда. Иногда я пытался идти за ней, но каждый раз терял ее из виду. Она словно растворялась в воздухе. Может, у нее просто болело горло? Я бы не морочил тебе этим голову, если бы считал, что это был естественный звук. Ты заметил в нее еще какие-нибудь странности? Нет, Вивиенна с тех пор меня избегает. Только люди говорят... Что говорят? Что она скрытная, что ее никто не видел после захода солнца, что она умеет внезапно исчезать. Не вижу в этом ничего необычного. Расскажи побольше о Вивиенне. Кто она такая? Она фрейлина при дворе ее милости Анны Генриетты. Ее мать тоже была фрейлиной, а отец рыцарем. Только это мне и удалось узнать. Княгиня злится, когда я о ней расспрашиваю. Вивиена все время проводит в стенах дворца. Но нам повезло. Ее нарекли покровительницей турнира этого года. И каждый участник сможет получить у нее аудиенцию. Только вот я в турнире не участвую. Я уже все обдумал. Ты займешь мое место, и у тебя будет шанс с ней поговорить. Я так мечтал выиграть на этом турнире. Но ради Вивиенны я готов пожертвовать чем угодно. Как вообще происходит этот турнир? Это самое большое событие в году. Сюда съехались рыцари со всего света, чтобы сразиться за величайшую награду и за славу. Будут состязания всадников, соревнования стрелков и бои пеших воинов. Я впервые прошел отбор и очень надеялся победить. Но... Да, я понял. Все ради Вивиены. Хорошо, я займусь этим делом. Звучит интересно. Я твой должник до гробовой доски. Теперь убедимся, что ты не вылетишь из турнира, не встретив Вивиенну. То есть? Не мог бы ты показать мне, как ты стреляешь, ездишь верхом и фехтуешь. Потом ты должен узнать правила и научиться их соблюдать. Разумеется, я верю в твои таланты. Но даже ведьмакам нужно упражняться. И потом, состязания на турнире требуют иных умений, чем те, что обычно нужны тебе. Скачки так вообще ни с чем не сравнить. Так с чего начнем? Во всем, что ты упомянул, я упражняюсь каждый день. Только с чудовищами, а не с манекенами. Мне не нужны тренировки. Я сразу пойду записываться на турнир. Теперь иди в шатер, где записывают участников. Слава славы, но и бумаги должны... Слава славы, но иди в шатер, иди в шатер, иди в шатер, иди в шатер, иди в шатер. Слава славы, но иди в шатер. Слава славы, но иди в шатер. По просьбе Гильома, я исследовал историю твоего рода с точки зрения Геральдики. И какой ты получил результат? Ты можешь выступить на турнире, как Геральт из Ривии. Вот так сюрприз. Либо как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого. Не часто мы встречаем участника с двумя гербами. Какой ты выберешь? Интересно, что ж ты разузнал о Геральте из Ривии. В шестьдесят седьмом году некий Геральт, член гильдии ведьмаков, был произведен в рыцаре королевой Мэвой и именован Геральтом из Ривии. Этой чести он удостоился за особую доблесть, проявленную в битве за мост на Яруге. Полагаю, ты знаешь, о какой битве идет речь. Да, были времена. Мы вдвоем с Кагыром повели горстку северян против нильфгардского отряда и снесли их, потому что мы должны были обязательно перебраться на другой берег. Равикс из Черторога? Как ты до этого докопался? Здесь, в Тусенте, мы относимся к Геральдике очень серьезно. Один визит в княжеский архив, и я узнал все необходимое. Как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого, ты присутствовал на Перу в честь пятнадцатилетия принцессы Поветы, дочери королевы Каланта из Цинтры. Все верно. Пускай будет Равикс. Теперь можешь взять щит со своим гербом. Я ведьмак. Ведьмаки никогда не дерутся со щитом. Разве я предлагал использовать его в бою? Щит — знак участника турнира. Можешь просто взять его на память. В таком случае, спасибо. Кто-нибудь уже описал тебе турнирные испытания, награды и торжественную присягу? Если нет, позволь, я все расскажу. Ты что-то говорил о присяге? Согласно нашим обычаям, рыцарь выбирает себе присягу, которую он будет связан на все время турнира. Он клянется чем-то, что составляет для него особую добродетель. Не скрой, меня очень интересует вопрос награды. Победитель каждого состязания получает трофей. Победитель всех соревнований выйдет на бой с победителем прошлого года за славу и высшую награду турнира. Тот, кто одолеет прошлогоднего чемпиона, получит главную награду. Меч, который выкует специально для победителя сам Корнелий из Осенгарда, знаменитый мастер-оружейник. Ее сиятельство выписало его из далекого Назаира. Гильем упоминал о состязаниях, но я хотел бы разобраться с ними получше. Какая похвальная тяга к знаниям. Есть три вида испытаний. Стрельба, где ты состязаешься с противником. Затем верховая езда на время. Точные выстрелы в щиты и удары по манекенам дадут тебе дополнительное время по завершении маршрута. В конце тебя ждет командный бой на арене, а в финале поединок с победителем прошлого года. По окончании каждого вида состязаний результаты будут появляться на доске у моего шатра. Так всегда можно будет проверить, кто впереди. Удобно. Мне кажется, о рыцарских турнирах я уже знаю все, что мне было нужно. Великолепно. Чем в таком случае ты хотел бы торжественно поклясться? Клянусь любовью дамы, имя которой останется тайной, что буду состязаться, уважая рыцарские добродетели. Да помогут тебе боги в твоем выборе. Прошу, подпиши вот здесь и заполни эти документы. С моей стороны, это все. Заменив на турнире Гильома, ты получаешь турнирные доспехи. На блеск. На время турнира ты также получишь шатер. Он находится рядом с ареной. Желаю успеха. Продолжение следует... Против посмотреть. Редактор субтитров. Девушки отдыхают. 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 Птицы отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Явные следы когти, я не знаю, кто их оставил, но кто-то очень крупный. Бруксы питают слабость птицам. 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 Что, не помнишь? Я Тайликс из Дорндаля. И я клянусь, до конца турнира я добавлю очередной шрам в коллекцию на твоей паскудной морде. Ты закончил? Тогда отойди. Ты не мешаешь. Вот королева турнира Вивиэнна, что вдохновит вас на бой непременно. Привет вам, доблестные рыцари. Пусть моя милость ведет вас, указуя дорогу чести, мужества и славы. Прими пожелание счастья, прежде всего, и сосредоточь все свои силы на турнире. И только мне. Ваш час настал. Пришпольте скакуна. Но, чтобы вперед пробиться, удача вам нужна. Благородные дамы и их кавалеры. Туча всадников резвых, ретивых безмеры, обгоняя друг друга, помчится сейчас. Таково развлечение для страждущих масс. Радикс из Черторога выезжает на бой. Блестит на солнце клинок золотой. Радикс из Черторога. Быстрее! На! Когда-нибудь я буду так же славен, как и ты! Ну, пошла! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Странно, я был уверен, что она здесь. Улетает. Попробую пойти за ней. Какой же птицы, куда ты меня ведешь? Попробую пойти. 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 Продолжение следует... 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 чудовище захотела платы а когда родители сказали что у них ничего нет ответила что заберет их нерожденную дочь родители описывали это существо они называли его нимфы рожденный в чаще леса без матери и отца но когда все началось я была слишком юная несчастна чтобы расспрашивать что случилось потом сначала ничего я родилась обычной девочкой и родители забыли об этом происшествии но когда мне исполнилось 15 начало проявляться проклятие сначала только в полнолунии а теперь дошло до того что даже днем я использую магическую мазь чтобы выглядеть обычно поэтому я подумала что мой секрет раскрыт и тебя наняли меня убить на самом деле когда я шла сюда я уже примирилась со смертью может лучше умереть чем обратиться навсегда а я думаю что грозит мне именно мазь которую ты используешь очень сильное магическое средство применять его в больших количествах или слишком долго может быть опасно я чувствую я знала что однажды придется от нее отказаться и навсегда проститься с человеческим обликом возможно проклятие получится снять у меня был случай с бароном которого обратили в баклана я смог полностью его излечить и ты смог бы сделать то же самое со мной ничего не обещаю твой случай очень сложный ты была проклята еще до рождения кроме того как ты говоришь симптомы прогрессируют можно попробовать перенести это проклятие на другого это исключено я не стану подвергать опасности невинной жизни это единственный способ единственный абсолютно безопасно значит есть и другой ты так категорично отвергаешь помощь перенесенное проклятие будет действовать гораздо слабее даже слышать об этом не хочу есть и другой древний ритуал с использованием яйца и волги он должен навсегда освободить тебя от проклятия но может иметь для тебя очень серьезные последствия последствия какие чары наложили еще до твоего рождения ритуал перенесет проклятие с тебя на не вылупившегося птенца и волги а ты освободишься но возможно ты проживешь ровно столько сколько обычно живет и волга понимаю не бывает розы без шипов и счастливого конца тоже не бывает но я даже о таком не мечтала идя сюда я была готова смерти а ты хочешь дать мне семь лет настоящей жизни это не трудное решение я согласна конечно согласна без колебаний понимаю но пока рано принимать решение подумай еще подумаю меня наверное уже ищут на турнирном поле возвращаемся да давай вернемся но разве ты правда не могу же я появиться там в перьях подожди минуту да да Ты можешь контролировать свой облик? Нет, но я обнаружила, что вода из этого пруда помогает. Действует недолго, но всегда. Хм, интересно. Пойдём. Ты что-нибудь узнал? Да. Ну так говори же, ведьмак! Я с ума схожу от беспокойства! Что с ней? Она просила меня сохранить тайну. Но я желаю для неё только лучшего. Может, я смогу как-нибудь помочь или хотя бы утешить её. Мы оба были правы. Это проклятие. Из-за него твоя Вивиена превращается в птицу. Её состояние ухудшается. О боги! Это хуже, чем болезнь! И что же теперь? Ты поможешь ей? Зависит от неё. Я попытаюсь, если она меня попросит. Но это будет довольно опасно. Возможно, после этого ей останется всего семь лет жизни. Что? Не об этом мы договаривались? Случай сложный. Проклятие с каждым днём становится сильнее. А я, ведьмак, а не чудотворец. Я слушал ещё об одном способе. Можно снять проклятие, используя отражение на поверхности воды. Но тут потребуется участие человека, который по собственной воле примет на себя тяжесть проклятия. Как же это? Самому стать птицей? Теоретически, перенесённое проклятие гораздо слабее. Всё может ограничиться пристрастием к зерну и дождевым червям. Но возможен любой исход, включая смертельный. Я готов отдать за неё жизнь, как рыцарь короля Вриданка за прекрасную королеву Церро. Это я уже знаю. А ты готов до конца жизни глотать за неё червяков? Да. А какой способ, по-твоему, самый лучший? Ещё не знаю. Но ты же не пойдёшь на это? Постой, ты же не можешь всерьёз думать о том, чтобы так жестоко сократить ей жизнь, когда я готов взвалить груз проклятия на себя? Способ с отражением в воде лучше. Он ничем не угрожает Вивиене. Разумеется. Ты можешь на меня рассчитывать. Я всё вынесу. Но Вивиенна... Боюсь, она слишком горда, чтобы согласиться на такое. Я встречусь с ней после состязания. Поговорю. Может согласиться. Я на тебя надеюсь. Хоть что-то мы выяснили, это уже хорошо. Что теперь? Ты всё разузнал от участия в турнире. Можно и отказаться. Ох, и наслушаюсь я от Герольда, если ты не явишься на последние испытания. Ну уж, переживу как-нибудь. Так, и что? Я не меняю принятых решений. Я приму участие в последней схватке. Вивиена всё равно занята до конца турнира. И верно. В таком случае, встреться с остальными рыцарями из твоей дружины. Они сейчас у входа на арену, недалеко от учебного поля. Понял. Спасибо. Девушки отдыхают. Варвара Бурова напала на Туссент, а рыцари отбили атаку. И тем создали прецедент. С той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества. Пальмирин вытянул короткую соломинку. Значит, его дружина будет за варваров. Вопросы есть? Нет. Если мечом будешь махать так же локо, как стрелял, мы победим. Удачи! Время пришло, судари мои. Берём оружие, выходим на арену. Арена представляет командные бои. Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет, пока одна из них на землю не повергнет соперников своих. К тому же добродетель в сражении не указ. Пускай навеки проклят, тот будет сей же час. Раз я о всём об этом уже поведал вам, хочу почтить приветом цветник прекрасных дам. Эта битва решит, кто сойдётся в финале. Остальным же в удел суждены лишь печаль. Ииии, начинаем! Боле времени не терять. Сгорее! Не стоит! Бегу! Продолжение следует... Продолжение следует... Как в жизни победителем зовут лишь одного... Сегодня выиграл лучший! Приветствуем его! Это Равикс из Чарторога! Силка Кульва! И еще немного! Быть первым в каждом споре дала судьба ему! В последнем испытании сразиться должен он С могучим Грегуаром, что ныне чемпион На той земле, где славный турнир Амифра ждет! А всех тех, у кого уже сил не осталось, Ждут шатры и напитков божественных слабостей! Продолжение следует... Уже пора! Выходите на арену! Есть ли у вас какие-то пожелания или слова, Что следует передать родным, Если вас серьезно нравится? Спасибо, обойдусь! Мужественный рыцарь Равикс, прибывший из Чарторога! Из этих дальних краев сюда его привела дорога! Уже на вытоптанную землю выходит гигант славный! Это Грегуар де Гордон! Герой и победитель, да! Желаю счастья обоим соперникам! Грегуар де Гордон! Больше всего этого, что спонсорами турнира выступают, В том числе и Ормени, Верментин, и Ормени, и Ормени! Победитель турнира этого года победил Грегуар де Гордон! Это невероятно! Дива! Травикс! 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 Он поклялся любовью дамы своего сердца! И это она помогла ему одержать эту великолепную победу! Он отличился большой отвагой, силой и спокойствием! Сражался по рыцарству, с честью! Поэтому, ему по праву принадлежит титул чемпиона этого года! Нужно поговорить! Не сейчас! В общем, в моем же дне! У меня еще остались обязанности! И у тебя тоже! Мы тебя возьмем! Помощи, мы хотим! КОНЕЦ Здравствуй, госпожа! Ты решилась? Да! Я не изменила решение! Я никого не хочу подвергать опасности, а потому выберу способ с яйцом! Если нужно яйцо Иволги, я знаю, где его искать! На моей поляне есть гнездо! Погоди минутку! Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Ясно! Вот что я хочу сказать! Думаю, сначала мы должны испробовать второй способ! Я уже говорила, это исключено! Дай мне закончить! Второй способ ненадежен! Может быть, сработает, а может и нет! Сработает! И я спасу тебя, о прекрасная Вивиэнна! Что ты здесь делаешь, рыцарь? Это личная беседа! Он тебе не враг! У него добрые намерения! Ты правильно догадалась, это он дал мне заказ, только чтобы помочь тебе! Не гневайся, госпожа! Я разделю с тобой эту ношу! Я обо всем знаю! Ты рассказал ему! Я знаю, что ты проклята! И что твое состояние ухудшается! Я понимаю, как ты себя чувствуешь! Моя тетка, графиня де Ланфаль, заболела некогда странной болезнью, которая подтачивала ее изнутри! Она угасала на глазах! Помню, как она говорила, что хуже всего не боль, а то, что она теряет контроль над собственным телом! Она была такой беспомощной! Я боюсь, что ты чувствуешь нечто подобное! Ведьмак сказал, твое проклятие! Возможно, удастся перенести! Я приму его, Вивиенна! Почему? Потому что я люблю тебя! Я мог погибнуть на турнире! Пытался победить для тебя, Шарле! Но я уже и сам вижу, как был глуп, рискуя бессмысла! А теперь я действительно могу что-то для тебя сделать! Я не хочу никого отягощать! Сам видел, сколько чудовищ на мое обличье! Ведьмак, я обращаюсь к тебе! Ты старше и, надеюсь, более рассудительна! Думаешь, это хорошая мысль? Стоит попробовать! Думаю, на организм достаточно развитый проклятие подействует слабее, чем действовало на плод! Ты слышала, что сказал эксперт! Давай сделаем это вместе, Вивиенна! Ну, хорошо! Я была готова к смерти! Тем более, я готова на любое безумство! Тогда поедем к моему пруду в лесу, да? Раз мы уже все решили, не стоит терять времени! Поедем! Подб filmmakers с пballs! Подбился к... Орк! От FAза! oldsаданшин! Была уже Bowie 3 годов! Подбассивно, надпись admission! Раз утром все опорное отпреждеет! Подбассивно! Over и здесь! Одна этом пemp красивый Freddy- Laughs, fedан� которыми все правда работает! Умерла. 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 Продолжение следует... 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 Привет вам, благородные рыцари. Мне выпала почетная обязанность стать покровительницей турнира. Сражайтесь достойно, дабы я могла почтить одного из вас наивысшей наградой. Вы принесли торжественную клятву, укрепили свое тело и дух. И вот настал час выйти на арену. Перед вами Хорм Акерспар, принц Мехта. Брат его императорского величества и первостатейный смельчак. Он выбирает своей целью только голубые щиты. Против него новый участник, неизвестный прежде, рыцарь Геральт из Ривии. Поприветствуйте нас! И его целью будут только красные щиты. Пусть победит лучший! ПОППИС UW Dion ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Геральт из Ривии вдруг выходит вперед. Мои любимые зрители... Геральтам в пух и прах разгромлен противник. Повержен, будто бы он грешник богопротивный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот награды, Рэйти. Арбалет с твоим гербом. Поздравляю. Благодарю, госпожа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажи о других наградах. Я не могу посвятить тебе больше времени, чем остальным. У меня есть обязанности. Прости. У меня сильно грожит медальон, а это означает одно. Магию. Боюсь, мое объяснение тебя разочарует. Все дело в духах. Их делала для меня моя чародейка. Проиграть такому противнику, как ты, в каком-то смысле, тоже победа. Прими мои поздравления. Благодарю. Хорошая работа. Я тем временем узнал, какой шатер занимает госпожа Вивьена. Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав, на Вивиене лежит какое-то проклятие. Я почувствовал это, когда она открывала турнир. Значит, не будем терять времени. Пойдем. Да, идем. Вот ее шатер. Загляни внутрь, а если кто-то подойдет, я заухаю совой. Баночка маскирующей мази. Здесь очень сильная магия. Одежда исключительно темно-зеленая и золотая. Видно, не только Йен помешан на цветах. Нейзанская соль. Из нее делают компрессы. Перо и волги. Вивьена держит птицу в клетке. Если так, то не здесь. Кто-то идет. Быстрее. Ты должен был заухать. Позже поговорим. Идем скорее на турнир. Второй этап уже начинается. Господа, чего вы ищете в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда! Храбрые рыцари, благородные дамы. К нам прибыл цвет рыцарства лучший самый. Из дальних краев все с великой охотой. Прибывают потешить себя благородной работой. Проверим же, все ли участники с нами. Их имена воспевать мы готовы годами. Пальмирин, барон Лонфаля. Линас из Митины. Райфар из Абре. Формакер Спар из Мерта. Данимир из Труа. Ги-де-Буа Фресне. Рыцарь-княгиня Анариэрты. Тельвин из Крижо. Граф Тайлес из Дорн-Дан. Анси, принц Лирии и Ривии. Геральт из Ривии. Бурные аплодисменты Грегуару де Гордон. Славный молчащий рыцарь, чемпион прошлого года. Победитель этого года, дабы подтвердить свой триумф, сойдется в яростной схватке с рыцарем Грегуаром. Чьё-то невежество требует, чтобы я комментарий оставил. Вижу, придется напомнить вам суть наших правил. Как ты смеешь участвовать в турнире для благородных рыцарей? Моя мать, королева Лирии и Ривии Мева, произвела тебя в рыцаре, а ты бежал из ее войска через несколько дней. Твое участие в этом турнире оскорбляет меня. А твое оскорбляет всякий хороший вкус. Если ты уже закончил, отойди, принц. Вот королева турнира Дивиэнна, что вдохновит вас на бой непременно. Привет вам, доблестный рыцарь. Пусть моя милость ведет вас, указуя дорогу чести, мужества и славы. Прими пожелание счастья, рыцарь, и сосредоточь все свои силы на турнире. И только... Ваш час настал. Пришпорьтесь, капунар. Но чтоб вперед пробиться, удача вам нужна. Благородные дамы и их кавалеры, туча всадников резвых, ретивых без меры, обгоняя друг друга, помчится сейчас. Таково развлечение для страждущих масс. Пред нами славный Гэральт промчится во весь дух. Скакунь его, как ветер, а силы в нем надвух. Ай-яй-яй, неудача. Хорошо бы с мечом все вышло иначе. Пойдем со мной на пир. Подождем вместе, Вивиэн. Выпьем. Годится. И что, скажешь о Вивиэне? Красота необычайная. Я не это имею в виду. Еще рано делать какие-то выводы. Я выяснил, что она использует сильные маскирующие иллюзии. Это значит, что на самом деле она может выглядеть совсем иначе? Это только домыслы. Вивиэнна еще не скоро появится. Давай выпьем. Не, на работе я не пью. Твое присутствие на турнире оскорбляет мою честь. Я требую удовлетворения. Тогда тебе в ближайший бордель. Трус. Я вызываю тебя на конный поединок на главной арене. Если тебе это так важно, я к твоим услугам. Скоро ты горько пожалеешь, что дезертировал из войска моей мать. Да смоет пролитая мной кровь твою трусость. Давай уже разберемся. По-быстрому. Три. Два. Один. Два. Два. Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, за какие грехи, но боги покарали меня поражением. Только не думай, что твоя трусость будет забыта. Зараза, ты опять за свое? Давай разберемся раз и навсегда. Я должен был покинуть лагерь твоей матери, потому что один человек ждал моей помощи. Я не мог и не хотел ему отказать. То есть ты отправился с тайной миссией, присягнув никому не открывать ее сути? Пока не достигнешь цели? Более-менее так, не считая присяги и того, что я по-прежнему не хочу открывать сути этой миссии. Такое объяснение тебя устроит? Ты согласился выйти против меня и вел себя по-рыцарски. Я принимаю уверение человека чести. Я рад. Теперь я вернусь к работе. Сердце мое радуется, когда я наблюдаю этот прекрасный праздник. Доблести и чести. И вас – истинное воплощение рыцарских добродетелей. Однако часы сражений должны сменяться временем мира и покоя. Поэтому я приглашаю всех участников турнира на устроенный в вашу честь праздник. Если же кто из вас захочет уединения, для каждого приготовлен шатер. Завтра состоится общая битва, во время которой каждый сможет покрыть себя славой. Лучшему из вас выпадет честь сойтись в поединке с чемпионом. Со славным Грагуаром Дагаргон, победителем прошлогоднего турнира. Веселитесь на славу, но помните об испытании, что ждет вас завтра. Иди за ней. Встретимся в твоем шатре перед испытанием. Помоги ей. Иди за ней. Ты что-нибудь узнал? Да. Ну так говори же, ведьмак! Я с ума схожу от беспокойства! Что с ней? Она просила меня сохранить тайну. Но я желаю для нее только лучшего. Может, я смогу как-нибудь помочь или хотя бы утешить ее. Вильена открыла мне свою историю по секрету. Я поклялся, что никому ее не повторю. Но я же не абы кто. Я бы все для нее сделал. Это я попросил тебя ей заняться. Ты не можешь меня вот так отстранить. Мне очень, Аль. Думаю, со временем Вильена поймет, чем тебе обязана. А пока что просто запомни. Не весь мир вертится вокруг тебя. Не смей меня поучать! Не такой помощи я от тебя ожидал. Еще и место свое уступил тебе на турнире. Теперь вот жалею. Ты вообще состязаться собираешься? Или ты договорился с Вильеной у меня за спиной? До турнира тебе и дела нет? Турнир меня больше не интересует. Я подожду в шатре, пока Вильена не освободится. Как хочешь. Здравствуй, госпожа. Ты решилась? Да. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности. А потому выберу способ с яйцом. Если нужно яйцо Иволге, я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Погоди минутку. Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Да, Ноа. У твоего шатра вдруг выросли уши. Покажись, Гильон. Я слышу, как ты дышишь. Я знаю, что это ты. Что ты тут делаешь, рыцарь? Это личный разговор. Геральт, что это значит? Ты с ним что-то замышляешь за моей спиной? Ничего я не замышляю. Это он меня нанял, но дело касается тебя, а не его. В любом случае, я его не приглашал. Я очень удивился, что он пришел. Я здесь, чтобы служить тебе, госпожа. Я к твоим услугам. Я сделаю все, что ты пожелаешь. И что, это все? Все, что ты можешь сказать? Ну, собственно, да. Так сделаешь все, что пожелаю. Хорошо же. Слушай. Ты выйдешь сейчас из этого шатра, развернешься к северным рубежам княжества, и будешь бежать, пока турнирные поля не скроются из виду. Вернешься ты лишь тогда, когда остынешь, и навсегда оставишь меня в покое. Ты понял? Госпожа, но... Твое несчастье... Я хотел... Потому как ведьмак... Прочь! Сейчас же! Ты говорил, что я могу тебе доверять. Я не сказал ему ничего, кроме того, что он и так знал. Он тебя нанял. Ты должен был отчитаться перед ним. Но это не его дело, Геральт. Это моя жизнь. Ты уверена, что поступила верно? Не слишком ли быстро ты отвергла его помощь? Без него мы не проведем ритуала с отражением в воде. Для него нужен тот, кто по доброй воле примет на себя твое проклятие. Неужели ты думал, что я соглашусь на подобное? Нет, Геральт. На лужайке ты говорил о ритуале, который не требует участия восторженных рыцарей. Я бы хотела воспользоваться им. Надо поискать птичье яйцо. Лучше всего яйцо Иволги. Ритуал сам по себе не сложен, но я тебе говорил, какие будут последствия. Ты все еще хочешь этого? Да. Я видела гнездо на лужайке, где мы разговаривали. Но прежде чем мы пойдем, скажи, что станет с птенцом? Нам придется разбить яйцо. Не всех ждет счастливый конец, ты сама говорила. А исполнение мечты требует жертв. Я знаю. Хорошо. Пойдем. Мы пришли. Гнездо нашла пантера. Отойди. Я этим займусь. Яйца упали на мох. С ними все хорошо, но одно треснуло. Оно годится? Вполне. Что мне делать? Для порядка спрошу еще раз. Ты точно хочешь это сделать? Если все удастся, изменения будут необратимы. И, вероятно, тебе останется лет семь жизнью. И больше. Семь лет без страха, что кто-то увидит меня в неподходящий момент. Без клейма выродка и чудовища. Семь лет настоящей жизни. Да, я. Я точно хочу это сделать. Хорошо. Соберись. Держи яйцо и повторяй за мной. Муанна Гандерау. Муанна Фенерат. Муанна Гандерау. Муанна Фенерат. Муанна Гандерау. Муанна Фенерат. Муанна Гандерау. Муанна Фенерат. Геральт, смотри, смотри! Боги, я смогу ходить на балы. Я поеду в Аксенсфурт или даже в Новиград. Спасибо, ведьмак! Благодари, Дильон. Это он меня нанял, чтобы тебе помочь. Да, ему я тоже благодарна. Ты передашь ему, хорошо? Может, лучше ты сама это ему скажешь? Может, и лучше. Но мне бы не хотелось. Пожалуйста, передай ему мою благодарность. Хорошо, я передаю. Прощай, Вивиана. Геральт, что с Вивианной? Я снял, проклятие. Правда? Теперь все будет хорошо? Она поправится? Она просила передать тебе спасибо. Благодаря тебе она может жить нормальной жизнью. Хорошо, но что с ней? Вивиана выбрала то, что хотела. Теперь она свободна. И мне кажется счастлива. Без меня? Ты помог ей, но это не значит, что она должна была тебя полюбить. Как любит говорить мой знакомый поэт, если кого-то любишь, позволь ему улететь. Знаешь что, Геральт? Вот, возьми плату. Ты ее заслужил. Оставь свои советы при себе. Прощай. Прощайте, пихоты, проходимцы. Спрашивайте, я уже иду. Покрыть позором доброе имя хуже, чем смерть. Чем я могу тебе помочь? Милый. 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 Субтитры подогнал «Симон»